Здравствуйте дорогие зрители, меня часто просят рассказать в комментариях о накрученности советских ОБТ И сегодня мы поговорим о их исчезающем боекомплекте и волшебных советских топливных баках Если есть такая большая претензия именно к советским танкам, то наверное у натовских машин БК взрывается гарантированно А при пробитии шторки натотанк всегда теряет экипаж, но как бы не так У натотанков БК может исчезать точно так же, и речь не идет о срабатывании вышивной панели Снарядик просто исчезает, а танк продолжает бой как ни в чем не бывало Также при пробитии шторки очень часто выгорание БК не забирает экипаж, хотя по логике должно Вышивная панель по логике должна срабатывать только если боекомплект поражен с борта танка И герметичность боевого отделения нарушена не было, об этом даже в древних патчноутах писалось Но на деле зачастую встречаются случаи, где даже при нарушении герметичности танка Танк все равно не заканчивается даже при пожаре боекомплекта В подтверждение вышесказанных слов могу привести пример с Абрамсом За одну жизнь этот танк пережил пожар боекомплекта при пробитии в лоб через шторку Что уже должно было его уничтожить первый раз Но БК весь не выгорает И затем при пробитии через ту же самую шторку у этого танка дважды пропадают снаряды Что должно убить его еще два раза То есть по логике он уже должен трижды отлететь в ангар Но и на четвертый раз при пробитии через шторку он не уничтожается У него просто срабатывает вышибная панель во второй раз Думаю из-за этого момента уже можно понять, что такая накрутка присуща не только советам, но и другим нациям А значит едва ли это можно называть подкруткой Скорее это просто некоторая рандомизация для уравнивания скилла среди всех игроков От частных случаев перейдем к более массовым испытаниям На лабораторную точность я не претендую Также не претендую на абсолютную статистику ввиду малой выборки Но для наглядности и хоть какого-то понимания чистоты тех или иных событий Данная демонстрация вполне себе пойдет Я собрал 13 натовских ОБТ и 13 советско-российских 80-иков Я буду стрелять ровно в боекомплект Как мы видим, посчастливилось выжить трем советом из 13 Теперь перейдем к танкам НАТО Три танка Как и у советов освоили технологию испарения боекомплекта Но еще у двоих сверху этого сработала вышибная панель Хотя было очевидно пробитие шторки У НАТО уцелело 5 танков У советов 3 Хотя по бытовой логике и представлению игроков Должны были быть уничтожены все 26 танков По итогу БК исчезает и у тех и у тех Причем я бы сказал в равных пропорциях Но НАТО танку сверху этого может еще помочь вышибная панель Которая срабатывает даже тогда, когда по логике срабатывать не должна Теперь перейдем к топливным бакам Да, у советов в боевом отделении имеются топливные баки Которые хорошо сжирают осколки Но взамен этого они имеют неиллюзорный шанс взорваться Топливные баки так работают На всех танках, на тех же леклерках Или типах 10-х и 90-х На Абрамсе топливный бак также сжирает осколки Но сверху он огражден бронеперегородкой Которая вновь создает осколки Когда лом выходит из топливного бака Но зато баки Абрамса не взрываются Мне кажется это вполне себе справедливый размен У обоих бак не взрывается, но создает осколки на выходе А у тэшек, леклерков, типов 10-х, 90-х Бак может взорваться Но зато осколки пожрет этот самый бак По-моему вполне себе справедливый размен В целом по механикам пробежались По итогу накрученными оказались все А когда все накручены, то никто не накручен БК и топливные баки у советов едва ли тянут на имбу Когда натовские танки имеют аналогичные настройки тех же самых модулей А сверху еще имеют криво настроенные вышибные панели Да и в целом смешно обвинять в имбовости Катафалк под названием Т-80 БВМ Когда в игре есть два богоподобных шведских леопарда Единственное в чем реально БВМ превосходит остальные танки в игре Дык это в том, что за него играет К-52 и Ми-28НМ Но думаю тут уже не надо искать проблему в конструкции и настройке самого танка Я забыл, что значит страх Я свободен С диким ветром на ровне Я свободен Я свободен Я profitabla Продолжение следует...